Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. На этом уроке мы подробно, пошагово, детально, может быть, чересчур детально рассмотрим схему привлечения клиентов из интернета. Причем рассмотрим эту схему для эксперта, для человека, который имеет уже практически опыт, знания в продукте, в бизнесе, в маркетинг-плане, для человека, которому есть чем поделиться с людьми. В полной версии этого курса мы немножко адаптируем эту схему для новичков и рассмотрим другую, более простой вариант этой схемы – привлечение на что-то. Привлечение клиентов на какое-то предложение, заманчивое для них, решающее их проблемы. Причем и вам для этого не требуется быть экспертом. Обо всем об этом будет детально рассказано в нашей полной версии. Внимательно изучив схему, о которой мы сегодня с вами будем говорить, «Привлечение для эксперта», вы увидите, что она практически ничем не отличается с тем, что вы делаете в реальной жизни, с небольшими адаптациями. И одна из основных задач всего этого тренинга и конкретно этого урока, чтобы у вас произошло совмещение, что весь свой практический опыт вы можете спокойно применять в интернете и получать дополнительных клиентов в вашу структуру. Итак, из чего же состоит эта схема? Пройдемся по шагам. Шаг номер один – это создание интернет-ресурса или интернет-представительства, или, как я тут даже написал, создание вашей цифровой личности. Для того, чтобы вам было понятно, как работает эта схема, я буду приводить аналогии с работой в реальной жизни. То есть, если в нашей реальной жизни, когда вы привлекаете клиентов в свою структуру, они видят вас. И, как говорят, сетевой бизнес – это бизнес отношений, то есть люди идут на людей. Если вы в жизни создаете впечатление эксперта, человека, за которым хочется идти, вас привлекать людей удается легче и проще. Точно такая же задача стоит перед вашим интернет-ресурсом, перед вашей цифровой личностью. Насколько качественно вы ее создадите, а что для этого сделать, как это сделать практически, мы об этом поговорим в уроках этого тренинга, более подробно в его полной версии. Сейчас давайте определимся, что же в интернете может быть вашим представительством или вашей цифровой личностью. Простейший вариант такого деления – это может быть страничка в любой социальной сети, я подчеркиваю, в любой социальной сети. Лучше начать с той социальной сети, в которой у вас уже есть опыт работы, в которой вам находиться и общаться с людьми удобнее и проще. Либо сайт. С чего лучше начать? С социальных сетей или с сайтов? В принципе, решать вам. Но нужно понимать, что есть три основных критерия оценки. Это время, опыт и деньги. Если вы начнете с социальной сети, то даже за относительно небольшое время, ну, например, от трех месяцев, за три месяца уже можно выйти на какой-то практический результат. Не имея практически никакого опыта в работе в социальных сетях, только основные знания компьютера. И не вкладывая практически никаких денег, вы уже через три месяца, как я сказал, можете выйти на результат. Если мы говорим о сайтах, то здесь время от шести месяцев – это однозначно. Однозначно для сайта потребуется опыт, технические знания. И сайт – это однозначно денежные вложения. Поэтому моя рекомендация – лучше начать с социальной сети. И в нашем курсе мы начнем именно с этого. О одностраничных сайтах, которые также являются вашими интернет-представительствами, мы поговорим, но это будет чуть позже. Шаг номер два. У вас уже есть ваше цифровое представительство, страничка в социальной сети. Что делаем следующим шагом? Основная ваша задача – оформить вашу страницу таким образом, чтобы каждый человек, который видит вас, понимал, что он общается с экспертом, с человеком, который знает свое дело, любит и достиг в этом деле результатов. Это делается все только с одной целью, чтобы завоевать доверие людей, которые заглядывают на вашу страничку, или, как будем их правильно называть, доверие целевой аудитории, то есть людей, с которыми вам проще и легче выйти на результат. А наш результат – это клиенты, нашу компанию Vivasan. Специфика интернета в том, что можно не представлять из себя ничего ценного в реальной жизни, но благодаря магическим действиям, о которых мы поговорим обязательно в этом курсе, создать вот это впечатление успеха и экспертности. К сожалению, люди, которые в реальной жизни настоящие эксперты, успешны во многом, они не могут или не хотят показывать это на своих интернет-представительствах. И только те люди, которые знают их в реальной жизни, с доверием относятся к тому, что они выкладывают и общаются с этими людьми через интернет. Как же показать людям свою экспертность? Основная задача – это практическая помощь людям. Как технически это реализуется? Что для этого нужно делать в социальных сетях? Мы об этом обязательно поговорим в следующих уроках. Сейчас ограничусь только двумя словами. Показывайте свои успехи, лучше показывать успехи своей команды. И показывайте, что вы живете интересной жизнью. Рассказывайте людям о себе. Еще раз повторюсь, в компанию идут на людей. Конечно, показывать свою экспертность нужно регулярно. Мы поговорим в полной версии курса о таком понятии, как контент-план. Научимся его правильно составлять. Сейчас ограничусь только следующим. Только регулярная работа в социальной сети поможет выйти вам на результат. То есть экспертность нужно показывать регулярно. И шаг номер три. Вот у вас уже есть и страница, и она уже наполнена какой-то экспертной информацией, информацией о вас. Но если это никто не видит в реальной жизни, вы мега-специалист, но вы сидите дома и ни с кем не общаетесь, пользы от вашей экспертности практически ноль. Поэтому, если вы хотите, чтобы о вас узнали, нужно проявлять активность. Либо простыми словами, привлекать внимание к себе. Конечно, активность – это работа с целевой аудиторией. В полной версии курса мы детально поговорим о портрете целевой аудитории, потому что это очень важный момент. Базовый в начальной версии, я скажу по-простому, ваша аудитория – это люди, похожие на вас. Именно с этими людьми вам будет проще находить взаимодействие, находить какие-то общие темы и контакты. Как оценивать, ваш этот человек или не ваш, опять же, мы подробно поговорим. В полной версии сейчас могу сказать по-простому. Посмотрите на аватарку, то есть на картинку профиля человека, с которым вы планируетесь общаться. Зайдите на его страничку, посмотрите, что он там постит. Если вы понимаете, о чем он там рассказывает у себя на стене, тогда есть смысл с этим человеком продолжать общение, либо начинать общение. И, конечно, активность – это не нарушение правил социальной сети. Есть такое понятие, как умная активность. В нашем курсе будет отдельный урок, посвященный активности. И я расскажу, что такое умная активность, что такое ненавязывание, и какие правила нужно социальных сетей строго соблюдать. Потому что именно из-за неправильных действий вот на этом шаге многие люди говорят, что в интернете работать невозможно, потому что банят их профили. Причина тут очень простая. И вот если создание странички – это разовое действие, наполнение своей экспертностью – это регулярное действие, то активность – это ежедневный труд. Это, конечно, время. Но если вы хотите выйти на результат, делать это нужно регулярно. Опять же, об этом мы более подробно поговорим. Итак, шаг номер четыре. Это очень важный момент, особенно на первом этапе. Я его назвал «Ваша активность-2». Объясню проще, что это такое. Кто-то проявил ответные действия на вашу активность. То есть вы разместили какой-то пост. Кто-то его прокомментировал, пролайкал, добавился к вам друзья и так далее. Вот с этого момента начинается вовлечение. Да, конечно, на первом этапе, когда идет борьба за каждого потенциального клиента, на любую практически активность, сделанную на ваше действие, вы должны отвечать. То есть начинать с человеком коммуницировать, вовлекать его в общение. Есть очень много различных схем, которые называются методики разных касаний, там пяти, семи и так далее. Самое важное, чтобы вы понимали, что нельзя человеку сразу что-то продавать. Есть такие понятия, как контакт, знакомство, выяснение потребностей, предложить безопасное решение проблем клиента, когда вы их знаете. И, конечно, подвести его к нашей основной задаче, к вашей бесплатной или платной консультации. Опять же, вот на этом этапе, который называется вовлечение, вы можете использовать весь свой практический опыт. Вот именно здесь вы можете прям показать, что все, что вы умеете в жизни, вы прям спокойненько можете реализовать в интернете. Да, конечно, вам вначале придется не говорить голосом, а что-то набирать на клавиатуре, но сейчас практически все социальные сети поддерживают голосовые сообщения, если ваш собеседник не против. Но только имея какой-то практический опыт, какой-то практический навык, вы вот этот шаг вовлеченность можете реализовать грамотно. И домашним заданием как раз и будет показать, что вы умеете на сегодняшнем этапе в плане вовлечения клиентов заинтересованности. Конечно, вот этот шаг, это шаг, который занимает максимальное количество времени, временных затрат. И нужно четко понимать, что же на этом шаге нужно делать, и нужно четко понимать, что является показателем того, что вы делаете все верно и к чему мы идем. На слайде вы сейчас видите, какие минимальные задачки, если они решаются, будут говорить вам, что вы молодец. Значит, первая самая простая задачка – это то, что вам люди ответили. То есть вы ответили на их активность, то есть человек написал, например, какой-то комментарий, вы ему ответили, и он продолжает с вами общаться. Как это правильно делать? Об этом мы будем говорить в полной версии нашего курса. И надеюсь, у нас получится создать такой кейс идеальных схем общения, скриптов общения, чтобы все участники нашей команды могли использовать эти скрипты для лучшего вовлечения клиентов в разговор. Если вас добавили в друзья после общения с человеком, то это тоже очень хорошо, значит, вы все делаете верно. Если в процессе общения вы человеку рассказали о вашем предложении, то есть чем вы ему можете помочь, чем будет интересна ваша консультация, и человек тоже этим заинтересовался, значит, то он вам ответил и начал задавать какие-то еще вопросы по вашей консультации, значит, тоже вы все делаете верно. Если человек записался на вашу консультацию, а как технически это делать, мы рассмотрим очень много различных вариантов, и вы выберете тот, который вам больше подходит. Это тоже успех. Если человек пришел, я здесь взял в кавычках, пришел на консультацию, но чаще всего вышел на звонок в скайпе, в ватсапе, консультация – это всегда какое-то именно живое общение, общение онлайн. Это тоже хороший результат, то есть это тоже вы человека довели именно до своей консультации. А вот если вы уже научились проводить консультации, а как их проводить, что это такое? Мы об этом очень подробно поговорим, у нас даже будет бизнес-игра в полной версии нашего тренинга. Если во время консультации человек проявил интерес к вашему предложению, к вашим продуктам, к вашему бизнесу, ну и тогда вообще классно. И цель наша, основная цель, чтобы после общения с вами, после консультации, может быть, ни одной с вами человек стал частью вашей команды, то есть подписался в нашу компанию Vivasal. Ну и последним шагом, я уже немножко о нем сказал, это продающая консультация. Продающая консультация – это самый простой способ закрытия в любую MLM-компанию. Да, приходится работать с человеком индивидуально, но с этого нужно начинать. Это один из наиболее эффективных и наиболее простых способов закрытия клиента на сделку. Но необходимо иметь практический опыт проведения этих консультаций. То есть очень часто происходит, человек приходит на вашу консультацию, он присутствует на вашей консультации и потом уходит с непониманием, а зачем его туда приглашали. Он не решил никакие свои проблемы. Он мало чего узнал еще о вас. И вы вообще его ничем не заинтересовали и ничего ему не предложили. Человек чаще всего после таких консультаций уходит в недоумение и с пониманием потраченного времени. Научиться проводить продающие, я именно это слово тут написал первым, консультации – это основной практический навык, который получат все, кто закончит полную версию этого курса. Потому что заканчиваться наша версия будет именно бизнес-игрой. Это практическая отработка продающих консультаций. Мы их сделаем несколько на продукт, на бизнес и на замечательную услугу – это биопульсар. Вот три варианта консультаций мы должны отработать. И все, кто пройдет полную версию нашего тренинга до конца, у вас будет практический навык проведения вот этих продающих конференций. Это самое важное, чтобы просто не терять клиентов, чтобы вся ваша работа, проделанная на четырех предыдущих шагах, не просто вылилась в унитаз. Благодарю вас, что вы досмотрели этот ролик до конца. В тяжелых условиях свердлящихся соседей, извините, пожалуйста. Однозначно этот ролик потом перепишу.